это песня падшей души мы можем сказать все почему падшая душа как бы может петь такую песню вайшнав это святая личность он совершенно во всем а мы помним о том что речь идет о безграничном и умонастроение вайшнава является не процессом покаяния нашего сознания да мы постоянно совершаем грехи и в процессе этого плохо себя чувствуем и вот как бы у нас кошки скребут на душе но подлинный святой он всегда считает себя несовершенно личностью чем бы совершенным он не занимался сказано что подлинный преданный он совершает служение получает результат этого служения и потом результат предлагает также господу то есть он он не готова я плату не творил в обвел результат служения как настоящий капиталист он заработал деньги тут же их вложил да еще так сказать не получив их руки so real vashnav here whatever he does even result he will offer to the god for krishna so he never hold the benefits in his own hands he's constantly offering them for the deeper investment and spiritual life and he's got some mood different from our mood but his mood is always so inquiring for the truth so we should remember that and pray for that и часто мы обращаемся к своими молитвами господу и мы знаем насколько мы совершенно можем молиться но когда мы хотим увидеть совершенные молитвы мы обращаемся к молитвам вайшнавов вот наши некоторые преданные тоже молодые пишут стихи и молитвы мы сейчас послушаем их давай а поэты чего сам поэты храм любимый храм священник храм он любит нас всегда и не покинет он нас с вами никогда и добрые зверюшки живут там вместе с нами и добрый кеша наш котенок он там всем при нам и просадная еда она очень нужна сейчас строка в храме наше но мы будем там стиха ладно не в храм уже пора а теперь пока я не могу уже Видите, какие потрясающие стихи? Чувствуйте, как точка тонко подмерена про зверюшек. То есть где-то мы начинаем с уровня зверюшек, потому что зверюшки живут ради инстинктов. Еда, продолжение рода, защита, оборона. И там ты очень хорошо сказала в своей поэзии, что мы живем там вместе со зверями. Но сознание Кришны, оно как раз то, что делает человек, выводит его из инстинктивного состояния. Потому что понятно, что там хочется есть, хочется продолжать род, хочется обороняться как можно лучше и больше. Но если мы живем только в рамках инстинктов, тогда мы подобны тем самым зверюшкам, которые живут не задумываясь. Но когда мы мыслим о божественном, о самопожертвовании, хотим превзойти свою низшую природу, как бы трудно нам это не было. Потому что кажется, что инстинкты, они держат нас полностью в плену. Но тем не менее мы знаем, что мы способны превзойти инстинкты хотя бы на время. И это происходит в процессе служения. Да. Так что это очень трудно перемещать инстинкт life. Но для иного отношения и довольного life мы можем перемещать в инстинкт. Otherwise, все инстинкты всегда будут привыкнуть нас в доме, где мы можем использовать и быть, а делать, и чтобы мы можем помочь. Так что Саду, вы хотите еще песни? Да, мы можем песни еще песни. Мы можем песни с Гурой песни, с Шри Гурой Чаранапатмана. И потом мы должны поговорить. Эй! Ха-ха-ха! Да, что еще гурадаева? Да, что Шри Гурой Радхам, Адваджи. Адваджи вассанду. Адваджи вассанду. Адваджи вассанду. Да, что вы XVT. Адваджи вассанду. Вы знаете, что сегодня день явления Лолиты, и сегодня мы должны сказать несколько слов об этом празднике, осознание Кришны вообще как таковом. У нас в гостях в Саду Приви Прабу, он, я думаю, как гость начнет, я завершу, так сказать. И я сказал то, что я начну, я говорю, что саду начнешь готовить, я закончу, добавлю масала. Гопал скажет, вкусно получилось или нет, потому что он из Новодвии породился рядом с храмом, поэтому в его сердце всегда есть способность услышать и сказать, да, это было того качества. Надо добавить. Одно же, мы можем сказать, вкусный процесс. Да, абсолютно. Так что, в любом случае, мы должны достигнуть какой-то стандартной Гопал, а то, что приготовить не будет успешно. Да. Окей. И сегодня, перед днем явления Расхранения в Лолите, в день явления Лолиты, Гуру-де-ва был самый счастливый день. Это обычно, в году. И Гуру-де-в, как бы, ну, имея дело с такими людьми, как мы, понятно, что не всегда был в постоянном экстазе. Иногда даже, глядя на нас, он был иногда немножко расстроенным. Но в такой день, как день явления Лолиты, ничто не могло принести Гуру-де-ва, как бы, ну, ничто не могло его обломать. And there's many things he told about Лолита-де-ви, some special things about her. For example, his, when he went to Vrindavan with Guru Maharaj the first time, it was just when he joined the mission that year or maybe the next year. And then Guru Maharaj said to him, oh, what place is your favorite place? And he said, oh, Лолита's place, I feel some special attraction there. And particularly, he never went back to that place, because he didn't want to change his feelings from what he'd seen when he was there with Guru Maharaj. He never went back the rest of his life. And so it happened, that when Shiloguru-Dev first came to the mission of Guru-Dev, it was in 40-year-old, then after a while, they sent Shiloguru Maharaj to Vrindavan. And, after Vrindavan, Shiloguru Maharaj asked him a very much, a very nice question. He asked him, what did you like most of the time? And Shiloguru-Dev is the same. He said, yes, everything liked, very nice. But the place of the event of Lalita has broken my heart. And Guru Maharaj said, and it was a real thing. And to keep it safe, he never returned to that. Even after many years, he wanted, Он хотел, чтобы это чувство первого посещения этого места, оно было глубоко всегда с ним. Он не хотел изменить какое-то отношение. Он не хотел, чтобы какое-то что-то мирское, несветлое принеслось в его сердце. И он также в день явления Лалита Деви сказал, что не думайте, что только здесь, в этом мире, мы пытаемся привлечь людей к сознанию Кришны, к служению Кришне. Даже во Вриндаване в какой-то момент Лалита понимает, что ей не достают слуг. И она идет по Вриндавану и думает, кто был бы достоин, кого я могла бы обратить в столь глубокое сознание Кришны. И когда мы говорим о каких-то святых днях, которые мы отвечаем, памятуем об этом. Потому что каждое соприкосновение с сознанием Кришны – это способность выйти на более глубокий духовный уровень. И сегодня тот день, когда памятуя об этих всех местах, мы можем углубить свое сознание Кришны. Мы можем получить особую милость, подняться на какой-то неизведанный нам духовный путь. И мы говорим о сознании Кришны, мы сравниваем часто с океаном, но поток служения мы можем сравнивать с волнами. Иногда океан очень ровный, иногда волны кажутся такими нежными, плавными, но иногда в какие-то моменты происходит буря, как наш фестиваль. Нам нужно носиться, делать многое служение, а потом опять что-то спокойное. И Шила Руба Госвами в своей поэзии, которая является ачарием или занимает особое трансцендентное положение в нашей линии служения, он также в своей поэзии явил особое положение Лолиты Деви. И Гурадейв очень любил sing this verse and meditate on the meaning. Радха макунда парасамбхава гармаминду нирманчано пакаранекрита дейха лакчан. И это первая шлока, восьми шлок, которая говорит о том, что в ее слова, в этой шлоке описывается гун и качество Лолиты Деви. И суть этой песни, суть этой шлоки такова, что даже капелька пота, даже Лолита, она настолько глубоко заботится о Радхе с Кришной, что не хочет, чтобы даже капелька пота помешала им. Она готова побежать и вытереть эту капельку пота в любой момент, потому что ее единственная жизнь, это удовлетворение их, их счастье, стало целью ее счастья. И ее самопожертвование, самозабвение, столь велико, что ради их удовлетворения она готова принять тысячи миллиардов рождений в материальном мире или совершать любые аскезы, пройти любые трудности, лишь бы только они были удовлетворены. И слово прогалба обозначает, что она невозможно терпеть. С одной стороны, мы слышали все терпение, смирение, это залог духовной жизни, но как же там сказано, что она не способна потерпеть даже капельку пота? Ее нетерпимость не относится к ее личному характеру. Нетерпимость ее состоит в том, что ради удовлетворения своих объектов служения она готова на все. Таким образом, таковое умонастроение, так же будет думать преданным. Прямый преданный будет думать так, что я закрою с собой амбразуру, я приму на себя все неудобства, но я сделаю все таким образом, чтобы мой гуру и те, к кому я поклоняюсь, они чувствовали себя полностью комфортно. Если говорить о практической жизни нашего гуру-дева, то умонастроение лолиты было его движителем, его духовной жизни. Это было его практическим состоянием, когда он говорил о том, что пускай гуру-махараджа находится там, наверху, пускай он читает эти возвышенные шлоки, мыслит об этих возвышенных вещах, пускай он медитирует на Господа. Я же буду там, внизу, я буду разруливать все дела миссии, чтобы гуру-махараджу не нужно было ломать свою голову. Я сделаю все, чтобы он спокойно мог наслаждаться этим высшим духовным нектаром. Я же пожертвую собой ради служения ему. Но это прославление Рупы Госвами, в нем еще другие стихи. Но Шилу Гуру-деф, он не хотел, чтобы мы копались, как бы пытались вытащить какую-то сокровенную суть, поскольку мы еще не готовы для этого. Поэтому мы оставляем эти стихи к тому моменту, когда мы созреем, чтобы оценить духовное сокровище, которое мы обладаем. И часто мы слышим это шлоку Прабху Нананда Сарасвати Такура, это шлока говорит о том, что мы через поклонение Махапрабху, через этот путь самопредания, мы придем к этим высшим заключениям. И Шрила Кави Карнапур, великий вайшнавский поэт и святой, написал особую книгу, которая называлась Гаура Ганадеши Дипика. В этой книге он написал всех тех спутников Гауранги Махапрабху и также написал, кто они на самом деле в духовном мире, какое положение они занимают в духовном мире. И таким образом мы сможем, обратившись к Кави Карнапур, мы увидим, что Лолита Дэви заняла положение Сварупа Дамодара, первого секретаря Махапрабху, в Гаура Лиле. Гаура Лиле, она вела себя как секретарь, как самый главный, близкий человек, который совершал свое сокровенное служение Махапрабху. So, in Shrila Shrita Maharaj's words, the greatest book that ever was written, Chaitanya Charitamrita, about Chaitanya Lila, that is from the notes of Svarup Damodara. И Сваруп Damodara не только совершал сокровенное служение, но Кадачи, его дневники легли в основу Шичитания Charitamrita. And we can see that when Mahaprabhu was in very deep mood in the last part of his life, it was Svarup Damodara there, comforting him, taking care. Because Lalita is very expert in how to take care of all these things. И не зря Svarup Damodara, как бы это положение Lalita, ибо из подвига, духовного подвига Svarup Damodara, его безграничного служения, его способности удовлетворить Махапрабху, мы можем увидеть аспекты характера Lalita Devi. Nothing would come to Mahaprabhu unless it was first checked by Svarup Damodara, and then it could be offered and showed to Mahaprabhu. И так происходило, что до тех пор, пока Svarup Damodara не утвердил бы какую-либо поэзию, это не могло прийти в руки Шичитания Махапрабху, поскольку Шичитания Махапрабху обладал глубокой способностью переживать духовную расу, и чтобы не сломать поток этой расы, Svarup Damodara давал ему только то, что было необходимо для него, то, что обладало духовной ценностью. And there's also a very beautiful pastime in Chaitanya Charitamrita, at the time of what's called Herapanchami, which is the last part of Ratha Yatra pastimes in Puri. So Jagannath has gone to Gunditja, and then he stays there so many days, and then Lakshmi Devi, she's starting to think, oh, where's my lord? Where's he gone? You know, he needs to come back, and so she heads off to Gunditja. And we know that the Lord Jigannath, at the time of Ratha Yatra, he leaves the main temple, comes to the temple of Gunditja, where he's a guest, like, at the temple of Gunditja. And at this moment, after a while, Lakshmi, she becomes angry, and she says, where's my lord? Where did he go? Why did he leave me? And she goes to the Lord Jigannath. So Lakshmi comes with her entourage, and she's dressed very beautifully, and she's very angry. Where is my lord? Come back. And her servants are beating Jagannaths servants. What's going on? And at this time, Shri Vastakho sees a very wonderful opportunity. And so he says to Surup Damodha, oh, look how wonderful and beautiful Lakshmi Devi is. And he goes on and on and starts to glorify her, and so many wonderful things about her. And so he goes on, and then eventually, Surup Damodha is forced to reveal so many wonderful things about Radharani and Krishna and their beautiful position. So this is all a lila in order to reveal to the world so many hidden things that are actually just coming to the surface time to time within Gora Lila. So, you know, we can understand that Rupa Goswami and his associates, they are all serving to Lalita Devi, and this is the line of our service, our destination, you can say. And we don't talk about this so much, but in another case, Gurudev said, necessary to understand something about our destination, where we're going to, and what is in that place. Actually, it's an inconceivably wonderful place. And Lalita Devi is taking care of so many things there, actually. No, Lalita Devi, она способна принять на себя заботу о столь многом, о столь многих. And we heard from Shila Sridhar Maharaj that even sometimes she's chastising Krishna and telling him, oh, you're not participating properly, you're not taking care properly of so many things, and she has this position where she can chastise anybody. This is because she has so much dedication and devotion, and she can do in this way. And we see in this world, everybody is keen to boss everybody around, tell them do this and do that and do that, but not with the service, the dedication, the mood and all of these things. And so, there's a few small things we heard from Gurudeva, about her, and you can continue much. Yes. Oh, what you've said already is so much deep, as you will... To go deeper, I do not know if it is possible to... I'm sure Gurudeva told many things to his close associates. Yes. Yes, but I can say one thing. Whatever I heard, I forgot. Because it may not be stored in the mind, it has to be stored in the heart. Mm-hmm. What mind storage is a very inappropriate place for Harikata. What we're trying to get is the wealth of our heart. Because there are all the substantial jewels. So normally there are some fake jewels which people leave on the table, but there are some jewels hide in the bank. The things you described, they are substantial jewels of Krishna consciousness. Just like every great family have the real jewels of the family, they keep them in the storage. And maybe wearing some fake stuff, but not to play with the real stuff. And, to, what I said, Sadhu Priya is a very deep idea, because the thing we are talking about is the real things of our Samprada, our spiritual line. As a rule, if family has a family, some kind of family, some kind of family, some kind of family, they are not put into the box. They are placed in the safe place. Sometimes we can wear some kind of shoes, some kind of shoes, or some kind of shoes. that's what we are saying. And in the same time, 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 there are some kind of gifts. So, what I said, is our family treasure. It is not... Is that to show around, not to throw around, not to do whimsical, because it will become something funny and substantial? So, these real things should be in deep mind, and the mudrecenic say they are never open, Он открывает свое сердце с подданными сокровищами, поэтому одно из оскорблений это проповедовать славу святого имени материалистам и неверующим. So the scriptures also say, never reveal true substance to those who are unqualified, and one of the offensive holy name to preach glories of holy name to those who doesn't have a faith. So, based on that, Shri Dara Maharaj would just say, do I all need thai, do I all need thai, because when he would come to that area of substantial valuable things, and he knows sometimes, I'm revealing this to certain devotees that are neophytes, and there might be somebody will get something like that, and he will not be able to appreciate or understand or challenge this. You know, they can challenge me, but if those high, you know, like Shri Dara Maharaj wasn't mine if somebody challenged him, like somebody said, oh, I want to do this or do that, he said, I have no objection. When somebody said, oh, maybe I took initiation, I want to go to his con, he said, I have no objection, but when those valuable things to be challenged, then he had really big objection, so it's good as if. And Shri Dara Maharaj, if he said, if he spoke about him himself, even when one said, maybe I can receive a blessing for you, but really, I want to go to return to the ISKCON, he said, there isn't he doesn't to them to come. если кто-то сказал те сокровенные вещи сокровенные духовная идея которых вы говорите вот там кто-то их критиковал или каким-то образом их по-другому интерпретировал слышно махара сказал бы что у меня есть к этому глобальная глобальные претензии до бахти ракшак в какой-то момент он мог как какое-то великое существо подняться и защитить все эти духовные цели и слайд бахти ракшак и комплекта то с ним стою и как destroy everybody ontological who think something else is more valuable поэтому любой кто в какой-то момент мог бы сказать что я знаю что это осознание кришны когда Рагунатдар с Госвами came и он сказал я хочу знать что-то о тебе то Махапрабху сказал я пойду с Варупа Дамадару и с Рагунатдар как как-то как вы можете быть вы можете только в этом уровне кришна-consciousness быть в отношении с ним не с меня то есть и такая история была когда Рагунатдар с Госвами он бежал будучи богатейшим юношей из семьи у него была самая красивая невеста самая красивая жена в индии у него были несмертные сокровища у него были огромные богатства он должен был стать наследником богатейшего человека но он принял нищенство в и бежал в Джагаранхапуре чтобы там в обществе ставить садху попрошайкой нищим странником и прийти к Махапрабху он пришел к Махапрабху полностью нищим он был оборван Махапрабху увидел его сказал вот это Рагунатда с Госвами это ты ты великая душа про тебя не сказал лейтенанда прабу и Рагунатда сказал я пришел отдать тебе всю свою жизнь но Махапрабху сказал хорошо я принимаю тебя но ты пойдешь к Сварупу Дамодару Рагунатда сказал ты не понял я я пришел отдать тебе свою жизнь я пришел посвятить свою жизнь сознанию Кришне Махапрабху сказал именно поэтому я отправляю тебя к Сварупу Дамодару и он добавил такую вещь он знает обо мне больше чем я знаю о себе и Махапрабху сказал Рагунатда он говорит Сварупа знает о Кришне-кончистос о себе больше чем я знаю и это правда потому что кто знает лучше Кришне и Раду Анатда когда ты чувствуешь что-то уперфекция потому что это константы некоторые люди знают нас лучше чем мы какие-то в ресторане знают что ты не знаешь что-то ты не знаешь в Кришне-кончистос Лалита она знает Раду Анатда больше чем они они знают она она предыдущая она 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 И в действительности Лолита занимает такое положение, что она знает о Радхе Кришне больше, чем Радхе Кришне знают сами о себе. И таким образом даже в Гаурули мы видим, что Махапрабу не шутит, когда говорит Рагуна Даса, если ты хочешь узнать о сознании Кришны самые глубокие вещи, приди к нему, к Сварупы Дамодару, он знает обо мне все. И без позволения Сварупы Дамодара никто не мог приблизиться к своей читанию Махапрабу, никто не мог предъявить ему свою поэзию или свою трансцендентную реализацию. Потому что если Сваруп считал, что это детский сад, и был такой поэт, который написал массу стихов, и он пришел, there's a story about a poet who came, and he was real pundit, not like us, like real pundit, you know, like black belt pundit. He wrote some poetry about Джаганат, Махапрабу, but when Сваруп, and he bewildered all the devotees, because he was so qualified, but when Сваруп Дамодар finally read it, he said, it's all bogus, I'm sorry. And he showed him, this is you, do not understand, who Махапрабу, you call it, Джаганат, wooden doll, you don't understand, you sound like devotee, but you're not a devotee, actually, you're like very neophyte. So stop writing your crap, just being with Сваруп Дамодар, just being with, like, good devotees, and you will also become devotee, you have so many qualities, but you're too much ego. You want to become the Kavita, great poet. This is like biggest pretisht of ours to become poets, even Neuron, the great empire of Rome, he was not satisfied with being an empire of the world, he wants to become a poet. And his poetry was very, very bad. And I often рассказывал часто о Neuron, о греческом императоре, который, по сути дела, его не хватало быть повелителем всего мира. Neuron хотел быть поэтом. Его, ну, перло, чтобы там, ну, как бы его воспринимали как поэта. Но поэзия Neuron была отстойная, поэтому он поджег Рим, чтобы смотреть, как горит Рим, и писать свои стихи о Трое. Ну, ему нужно было как полное погружение, да. И была такая история о том, как к Сварупу Дамазару пришел один великий пандит, великий санскистский ученый, и он сказал, что я написал стихи о читании Махапрабу и о Господе Джиганате, очень крутые стихи. Ты обязательно должен, чтобы читание Махапрабу прочитал. Но Сваруп Дамазар, будучи секретарем Махапрабу, он никогда не давал ему никакие стихи, любое духовное подношение, если в нем не было подлинного духовного. Это как, например, самое страшное для музыканта это услышать, как кто-то фальшивит. Ну, для простого там обывателя он услышал там фальшивит. Да, но какой-то учитель музыки от того, что ты фальшивишь, он вообще мог там, это могло вывернуть его наизнанку. И он сказал, я не хочу читать твои стихи, но поскольку ты ходишь и беспокоишь всех неофитов, преданных, так и быть, прочитай мне свои стихи. И этот пандит стал читать свои стихи, и в этих стихах он назвал Господа Джаганата как деревянным божеством, которое ожило, чтобы увидеть Махапрабу, а Махапрабу. То есть казалось, что это все очень духовно. Но Сваруп Дамазар сказал, стоп, стоп, стоп. Ты назвал Господа Джаганата деревянным божеством. Ты не понимаешь, Господь не может быть каменным. Это самое, что сказать там, каменный Кришна смотрел на меня глазами полной любви. Как что-то каменное может смотреть глазами полной любви? Либо ты признаешь, что перед тобой стоит Кришна, в какой бы форме он ни предстал, окей? Он Господь, он создатель таблицы Менделеева, окей? Он может избрать себе любую форму, потому что вся эта таблица Менделеева изошла из него. Если он предстает в форме камня, это вовсе не значит, что он камень. Понятно, да? То есть он в состоянии использовать все элементы этого мира, но при этом не быть материальным. Потому что все произошло из концепции, из сознания. Поэтому он трансцендентен. Ты назвал Господа деревянным, да, там, ты назвал Махапрабу, так-то и так-то. Ты вообще не понял вообще, кто такой Господь и как он, будучи трансцендентной личностью, может распространить свое множество аватар и играть в свои игры любви. Поэтому он сказал, послушай меня, дружок, у меня есть хорошее предложение к тебе. Если ты реально, ты очень крутой бандит, ты изучил санскрит, ты великий йог, но здесь это не катит, здесь это не работает. Если ты хочешь узнать о сознании Кришны, пожалуйста, ты приди к преданным, начни с ними общаться, мыть посуду, тарелки, слушать лекции. Постепенно ты поймешь, что это такое. Постепенно, через служение. Это не интеллектуальный процесс. Сознание Кришны – это не вопрос интеллекта. Тогда бы каждый должен был, кто обладает сознанием Кришны, быть Эйнштейном. Святость, она лежит не в уме, а в сердце. Чистое сердце – вот залог духовности. И таким образом, чей-то дварпанам марджинам, махадвапани нирвапанам, да, чей-то дварпанам марджинам – очищение сердца. Очищение сердца до такой степени, чтобы сердце, чей-то сознание, оно было в сердце, в душе. Таким образом, сваруба Дамодарова указал нам на умонастроение сознания Кришны. Что такое подлинное умонастроение? И если мы хотим соприкоснуться со всеми этими реалиями, мы хотим, чтобы это было для нас не мультфильмами, чтобы Кришна был не мультфильмом нашего ума или невоображаемым божеством, которое состоит из таблицы Менделеева, а чтобы увидеть Кришну глазами любви, глазами сознания Кришны, как мы вчера говорили, святой сказал, что очи ваши физические даны вам от немощи. Ведь если у вас были бы глаза любви, вы бы не только Господа могли бы зреть, а вообще бы все зрели. Ведь душе не нужны ни глаза, ни уши физические, ибо она слышит ушами, а ест глазами. Душа – она одно сплошное чувство. Но поскольку мы здесь, в этой физической форме, от немощи нам должны физические уши, от немощи даны нам физические глаза, как слепым даны палки. Наши чувства, они как расширение объектов для слепых, но невозможно ими узреть ни трансцендентную форму, ни любовь. Невозможно песни любви услышать ушами, даже если тебе поставят 200 киловатт трансовой музыки. Ты не услышишь этого. Мантра – это то, что «хридоена вину гиато», то, что в сердце. На этом мы закончим прославление. Сегодня Лолита Дэвиас, Варупа. Очень много можно сказать об этом, на самом деле. Очень прекрасно. Потому что, в конце концов мы можем автоматически говорить об элементах, но, unfortunately, мы не так timeframe. Но, одной из drainingов, мы можем понять. 限 آ rated Арк dan беден 2, без физического шума, без сердца. Могу сердцем будет резонат с этими вещами, т.к., мы можем получить сверш길ende в covers органы д простое Кр становятся. It's not about what the eyes can see, it's about what the heart can feel. And this is devotion. And devotion has always been cheated by superficial eyes and hearing. It's not devotion we're looking for. Hare Krishna! Hare Hare Ananda!